Вы устроились на вторую, третью, четвертую работу, а денег по-прежнему не хватает. Пора разобраться, куда они утекают и что с этим делать. Привет, это эконом-класс, канал о грамотном управлении личными финансами, так, чтобы хватало денег на путешествия в частности и на интересную жизнь вообще. Сколько ни работай, ни зарабатывай, а денег все равно не остается. А если вас беспокоит эта проблема, пора разобраться, какие дыры существуют в семейном бюджете, как их залатать и как увеличить свой доход без поиска дополнительного заработка. Чтобы ответить на эти вопросы, давайте пристально посмотрим, нет, не на свои расходы, а на свои доходы. Давайте посмотрим на все свои активы. Это машина, квартира, дача, банковские депозиты и ценные бумаги, если они есть. А если у вас есть машина и вы пользуетесь ею раз в неделю для того, чтобы закупиться в магазине или съездить в гости друзьям, подумайте, может быть выгоднее продать машину, а взамен пользоваться кошерингом или такси, или выгоднее заказывать продукты и вещи в интернете. Если у вас есть дача, но вы туда выезжаете только на майские на выходные, посчитайте, может быть выгоднее арендовать домик на эти самые числа, может быть это будет выгоднее, или для разнообразия можно сходить в поход, сплавиться по речке, либо подоить корову в эко-отель. А деньги от продажи машины и дачи можно положить на индивидуальный инвестиционный счет и купить на них облигации федерального займа. Все это вместе даст вам приблизительно 18% годовых. И при этом никакого риска и никакой головной боли и никаких трат на содержание этих активов. Давайте просто посчитаем. Предположим, за продажу дачи и машины вы получили 2 миллиона рублей. Если вы положите их на индивидуальный инвестиционный счет и купите на них УФЗ, то вы получите 18% годовых. Ну приблизительно 18%. Это 360 тысяч рублей. Теперь посчитайте, какую сумму в год вы потратите на кошеринг, на такси и на аренду дома. Если эта сумма значительно ниже, смело продавайте свои разорительные активы. Поехали дальше. А если у вас есть банковские депозиты, посмотрите на условия, которые предлагает банк за углом. Может быть там проценты выше. Да и вообще я не вижу смысла держать большие суммы денег на банковском депозите, потому что он в лучшем случае защищает ваши деньги от инфляции. Ни о каком при умножении капитала не может быть и речи. Если вы те же самые деньги положите на ИИС и купите УФЗ, вы получите 18% годовых. Ни один банковский депозит не даст вам столько процентов, такую доходность. Для тех, кто держит ценные бумаги в пифах и на доверительном управлении. Подумайте, стоит ли платить управляющим организациям комиссии за доходность ниже рынка или на уровне рынка. Это доказано, что они нисколько не обгоняют доходность рынка. Может быть, вам самим собрать сбалансированный портфель из бумаг надежных компаний. Я вас уверяю, ваша доходность будет не ниже, но вы не будете тратиться на совершенно бесполезные комиссии. Итак, с доходами разобрались, выжили из них доходность по максимуму. Теперь разбираемся с расходами. Если у вас есть кредиты, смотрим на предложения других банков. Если у другого банка кредит ниже, смело рефинансируем свой кредит. Далее, изучаем свои расходы и траты за прошедший год и узнаем, положен ли по ним налоговый вычет. Если в течение прошедшего года вы платили за образование, за медицинские услуги, в том числе и за лекарства, и за медицинское страхование, если вы покупали квартиру или загородный дом, если у вас есть дети, если вы пенсионер. И еще есть много-много всяких разных ситуаций, в которых государство вам возвращает 13%. Все эти ситуации описаны в Налоговом кодексе Российской Федерации. Статья 218 с 221 можете изучить и спокойно получить налоговый вычет за траты прошедшего года. Кстати, с 2022 года собираются вводить еще налоговый вычет за посещение фитнес-залов, за оплату абонемента. Поэтому в 2022 году вы в прямом смысле слова можете зарабатывать на здоровом образе жизни. Итак, вы разобрались со своими активами, разогнали доходность одних активов, избавились от разорительных активов, уменьшили выплату по кредиту и получили налоговый вычет за ваши траты. Но денег по-прежнему не хватает. Тогда начинаем пристально изучать свои повседневные расходы. Для этого нужно завести очень полезную привычку вести учет своих расходов ежемесячный. Причем для этого сегодня существуют прекрасные приложения. Вы в них можете сканировать чеки и приложение само автоматически сортирует ваши траты по статьям расходов. Там квартира, продукты и прочее. Разобравшись со структурой своих расходов, мы задаем себе вопрос. Какие траты я могу уменьшить без вреда для качества своей жизни? Предположим, я уменьшила расходы на питание на 35% в месяц. И при этом я покупала те же самые продукты, то есть я не сидела на воде и хлебе, но просто я их покупала за меньшие деньги. А траты на ЖКХ можно уменьшить, если поставить счетчик воды или трехтарифный счетчик за электроэнергию. И так вот прогоните все свои траты и подумайте, где вы сможете сэкономить, опять же, без вреда для качества своей жизни. Но с моей точки зрения, главный пожиратель семейного бюджета – это импульсивные покупки. И против этой болезни существует три главных средства. Это учет своих трат, постановка финансовых целей и четкая программа по их достижению. Мне очень нравится, какой-то мудрый человек сказал, что у человека должен быть порядок в трех местах. В голове, в кошельке и в трусах. Так вот, наведите генеральную уборку в этих местах и будет вам счастье, достаток и любовь. Если то, что я вам рассказала, вам интересно, понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А я, как всегда, желаю вам жить интересной жизнью, много путешествовать и делать все это за разумные деньги.